Как говорят в Одессе, вы хотите больше, так у меня вам есть что сказать. Это по теме анекдотов. Один успешный чикагский бизнесмен отправил своего сына в Израиль на год на стажировку, чтобы тот поработал там, ну и прикоснулся к истории предков. Через год сын возвращается и сообщает отцу, что за время стажировки он стал христианином. Папа, ой, ой, что же меня делать? И обращается сразу к своему знакомому и говорит, Изя, скажи мне, у меня такая проблема, у меня сын поехал на стажировку в Израиль на один год, поработал там, но вернулся христианином. Изя ему говорит, ты знаешь, Шлома, у меня такая же проблема, хорошо, что ты обратился ко мне. Мой сын точно так же, как и твой, тоже ездил в Израиль на один год. После стажировки вернулся христианином. Что же нам делать? Вопрошают оба. Давай пойдем в синагогу, спросим раввина, может быть, он нам поможет. Обращаются они к раввину в синагоге и говорят, Ребя, так и так, вот у нас такие дела, наши дети ездили в Израиль, но вернулись христианами. Ребя говорит, это хорошо, что вы обратились ко мне с вашими проблемами. Но у меня такая же проблема, мой сын тоже вернулся из Израиля христианином. Давайте вознесем наши молитвы к Господу Богу, может быть, он нам поможет в наших делах. И вот они все втроем начинают неистово молиться, прося Бога о помощи. Ну, тут через некоторое время раскрываются небеса, появляется Господь Бог и говорит, Это хорошо, дети мои, что вы обратились ко мне с такой проблемой. Вы знаете, я вам хочу рассказать одну историю. Много лет назад я отправил своего сына в Израиль. В общем, если анекдот понравился, подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!